И в тесноте и в обиде жители дворов на Городецкой и Октябрьском против строительства нового дома. Десятиэтажная новостройка, по мнению жильцов, не должна здесь находиться и тем более вплотную примыкать к детскому саду. Подробности об этой истории мы узнавали на встрече с одним из жильцов. Шесть лет назад, когда приобреталась эта квартира и был показан план этой застройки, то есть не подразумевалась такой плотности застройки. И исходя от той планировки было принято решение о покупке этой квартиры. И если бы изначально было показано на плане, что здесь будут окружения десятиэтажек, то вопрос покупки квартиры просто не вопрос, что она бы была куплена. Моя позиция по отношению к этой стройке абсолютно совпада с мнением окружающих и жителей этого двора. И с точки зрения как жителя и обывателя этого двора, то есть у меня вопрос стоит вообще, а разумна ли она здесь, эта стройка? И для чего она сама главная здесь встанет? Какие она последствия опять же принесет? Может быть просто стоит взять и подумать и решить, что на самом деле ей здесь не быть? И сейчас проблема усугубляется тем, что этот двор просто изначально не предназначен для такого массового скопления девяти и десяти этажа. Становится очень тесно и еще на два года разводить, который застройщик обещает за два года будет строительство, здесь также будет вся грязь. То есть два года здесь будут ездить машины, два года здесь будет шум. Что мы будем увидеть здесь через пять или через десять лет? Мы увидим двор, который будет сплошь заставлен машинами, детям, которым негде будет гулять. Здесь будет полно мусорных баков стоять, будет грязь. И все это усугубится тем, что рядом в десяти метрах будет здесь садик. И наше будущее поколение из детских лет все это будет впитывать и на этом будет воспитывать. Инициативная группа, которая создана, она хочет просто обратить внимание на эту проблему. Просто надо признать, что это градостроительная ошибка, эту стройку нужно убрать отсюда и все. И люди как минимум успокоятся. На последней нашей встрече с представителями власти не смогли доказать ни одна сторона, что и это и разрешено в десяти метрах от садика, и запрещено. Тоже запрещающих нету аргументов, ну то есть документов. Поэтому на данном этапе, насколько я знаю, что дополнительно идет согласование этих всех вещей. И на основании этого будет заявление в прокуратуру. Решение выдано было в декабре. Соответственно было дальше написано заявление прокуратуры о признании правомерности этой стройки. Сейчас это все проходит. Где-то две недели назад была встреча представителей инициативной группы с архитектором, с архитектурой города. Где тоже были высказаны свои мнения. И вот буквально на днях, по-моему, позавчера, было уже в школе собрание инициативной группы жителей всех и представителей власти. Зам мэра была и непосредственно главный архитектор города Череповца. Но опять же, ни к чему мы серьезному не пришли. Опять же, пришли к тому, что нужно разбираться и нужно посмотреть этот вопрос со всех сторон. И прежде всего с точки зрения законности, здравого смысла и все-таки последствий этого всего. По всей видимости, из-за отсутствия конечного принятого решения между жильцами и властями, в мэрии и в управлении архитектуры и градостроительства от комментария по данной проблеме нам отказали. Будем следить за развитием событий.